МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самые заметные обсуждаемые события недели другими словами на седьмом. Здравствуйте, с вами Майя Бигбаева. И смотрите сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Недетские муки. Она все время рыдала и тряслась. Акушерка ей бумагу дала, и девочка начала писать, что дядя ее насиловал с шести лет. И при этом нет уголовного дела. Родственники и педагоги молчат, врачи отказываются от показаний. Подозреваемый исчез. Десятки семей в Шахтинске могут остаться без крова. Я в 17-й год живу, я первый раз в жизни вас вижу в глазах. Как местные власти намерены разобраться в конфликте старых и новых хозяев. Без согласия родственников каждый казахстанец может стать потенциальным донором. Плюсы и минусы новой инициативы Министерства здравоохранения. Курильщики рыдайте. В Казахстане хотят закрыть курительные комнаты. В нашей студии сойдутся противники и сторонники этой идеи. Таинственное исчезновение малазийского самолета. Хроника событий, версии и слухи. А также чем на неделе жил Казнет? Непрошенный гость лучше Пусси Райт. Участницы скандальной группы написали в твиттере, что едут в Казахстан. А также удивительное фото бывшего президента Ирана. И самое трогательное видео недели. Не пропустите ваши твиты и посты в моем обзоре. Инфляция, коррупция, кризис в системах образования, здравоохранения, экономики. Для каждого государства эти проблемы, конечно, важны, но в принципе они решаемы. Если общество выбирает верные ориентиры и сохраняет главные человеческие ценности. Любовь, дружбу, семью. Новое поколение способно построить новый уклад жизни, создать новые модели экономического и правового развития. Другими словами, именно дети. Главное богатство каждого государства и от того, как они живут и что мы им даем, как в материальном, так и моральном плане напрямую зависит будущее страны. К сожалению, положение наших детей сегодня, то, с чем им приходится сталкиваться, заставляет нас, журналистов, из программы в программу поднимать эту тему. Чтобы хоть как-то привлечь внимание к тому кошмару, который творится в казахстанских семьях. И, может быть, хоть что-то изменить. Это письмо 12-летней девочке из села Кайнар-Булак Байдибекского района Южно-Казахстанской области. В нем она просит помощи взрослых, сообщая, что в 6 лет подвергается постоянным надругательствам со стороны родного дяди. Испуганная школьница обратилась в фельдшерско-акушерский пункт. Врачи девочку осмотрели, как уверяют местные жители, и сразу же обратились в полицию. Вот только по непонятным нам причинам медработник теперь отказывается говорить на эту тему. Я прокуратуре и РОВД писала заявление. Хватит с меня. Это Айша Торт-Кульбекова. Многодетная мать утверждает, что видела, как шестиклассница жаловалась врачам на дядю. Она все время рыдала и тряслась. Акушерка ей бумагу дала, и девочка начала писать, что дядя ее насиловал с 6 лет. Потом мне фельдшер рассказала об этой ужасной ситуации. Я просто в шоке была. Я же сама многодетная мать. Как стало известно из разговоров местных жителей, после смерти матери девочку отдали на воспитание бабушки, которая жила вместе с сыном, дядей, ребенка. Мужчине 33 года, и, как пишет подросток, он регулярно раздевал ее и заставлял ложиться с ним в постель. Ей дядя сказал, если кому-то скажешь об этом, убью. Но мы узнали, что когда он изнасиловал ее в первый раз, она упала в обморок. Потом все их родственники собрались и сбили его, и пытали. Даже на сотовый телефон записывали. Но теперь все они боятся говорить открыто. Но вот что поражает еще, если верить написанному, то бабушка знала о сексуальных надругательствах. Девочка даже обращалась за помощью к директору школы. Мы отправили эту ученицу с психологом на проверку. Экспертиза показала, что девочка является девственницей. Выяснять все обстоятельства дальше, видимо, не стали. Отправили девочку на воспитание к родственникам по линии отца. А тот самый дядя пропал. По крайней мере, так утверждают местные жители. В последующем девочка от всех своих, как говорится, жалобах, как говорится, обвинений в адресовой дяди категорически отказалась. Все с чем, по данному факту, отказано в возбуждении уголовного дела. Почему ребенок отказался от своих показаний? Под давлением родственников, решивших не позорить фамилию? Или из страха перед этим самым дядей? В любом случае, дыма без огня не бывает. И если преступление все-таки было совершено, то совершалось оно при молчаливом попустительстве взрослых. К слову, совсем недавно в этом же районе судили отца насильника. Мужчина издевался над собственной дочерью. Преступление открылось, потому что малолетняя жертва забеременела. Отца судили на 16 лет. И я считаю, что это вполне справедливое наказание для изверга, поломавшего судьбу собственного ребенка. Что же касается истории девочки, якобы пострадавшей от дяди, мы подготовили запрос в Комитет по защите прав детей Министерства образования Республики Казахстан с требованием разобраться в данной ситуации. Необходимо, чтобы специальная комиссия выехала в этот район и поговорила с родственниками, друзьями девочки. Если ребенок действительно солгал о домогательствах, то, согласитесь, должна быть какая-то причина. И закрывать глаза на произошедшее, просто отправляя девочку жить в другую семью, нельзя. Мы обязательно сообщим вам о реакции Комитета по защите прав детей в нашей следующей программе и очень надеемся, что это не будет формальная отписка. Некоторые госорганы отвечают на запросы СМИ именно так. Более того, ответственные лица и ведомства тянут время. Ответа приходится ждать неделями, а то и месяцами. Впрочем, недовольны отписками не только журналисты, но и депутаты. Можелесмен Азат Перуашев на неделе заявил, что необходимо дисциплинарно наказывать должностные лица за некачественную подготовку ответов на официальные запросы. Депутаты партии Азат Перуашев считают, что ничем иным, кроме как бюрократической отпиской, такой ответ правительства назвать невозможно. В этой связи фракция партии Азат Перуашев категорически не согласна с таким ответом правительства и будет предлагать внести в регламент Можелеса право депутатов не принимать формальные ответы госорганов на депутатские запросы. Мы также ставим вопрос о дисциплинарной ответственности должностных лиц, готовящих данный ответ правительства за халатное и недобросовестное отношение к должностным обязанностям при подготовке ответа на запрос депутатов Можелеса парламента. Смотрите далее в нашей программе. Десятки семей в Шахтинске могут остаться без крова. Я в 17-й год живу, я первый раз в жизни вас вижу в глазах. Как местные власти намерены разобраться в конфликте старых и новых хозяев. Без согласия родственников каждый казахстанец может стать потенциальным донором. Плюсы и минусы новой инициативы Министерства здравоохранения. Курильщики рыдайте. В Казахстане хотят закрыть курительные комнаты. В нашей студии сойдутся противники и сторонники этой идеи. Таинственное исчезновение малазийского самолета. Хроника событий, версии и слухи. А также чем на неделе жил Казнет. Непрошенный гость лучше Пусси Райт. Участницы скандальной группы написали в твиттере, что едут в Казахстан. А также удивительное фото бывшего президента Ирана и самое трогательное видео недели. Не пропустите ваши твиты и посты в моем обзоре. В городе Шахтинске разгорелся жилищный скандал. Без крыши над головой могут остаться десятки человек. Женщины, старики и дети. Все они 20 лет назад заселились в бесхозные квартиры, брошенные владельцами, уехавшими в поисках лучшей жизни. Люди привели в порядок пустующее жилье, сделали ремонт, оплачивали счета. И вот теперь, по прошествии стольких лет, бывшие хозяева объявились и требуют освободить квадратные метры. Руслан Идрисов выяснял, как местные власти намерены решать этот конфликт. Примерно так, а то и хуже выглядели брошенные квартиры в конце 90-х во всем Казахстане. По словам шахтинцев, тогда местные власти при необходимости заселяли сюда людей, но никаких документов на жилплощадь не давали. Сделав ремонт и оплачивая комуслуги, сохранив эти квадратные метры на протяжении почти 20 лет, сегодня эти люди могут остаться на улице. На этих любительских кадрах несколько десятков человек оккупировали отсуженную квартиру. Пенсионерку, живущую здесь почти 20 лет, выселяет объявившаяся собственница. Сдаваться просто так люди, объединенные одной проблемой, не намерены. Лариса Щербонос, как и другие ее соседи, много лет назад заселилась в разбитую многоэтажку. По ее словам, тогда во время развала восстанавливать жилье приходилось с нуля. Вот так выглядела ее квартира до дорогостоящего ремонта. Сегодня, когда крыша не протекает, а на окнах пластик, объявились хозяева когда-то брошенных квадратных метров. Нынешние жильцы в отчаянии. У меня нет другого жилья, чтобы я выселялась из этой квартиры. Я сюда вложила деньги, немалые, чтобы восстановить квартиру. Платила все коммунальные услуги полностью, чтобы квартира была за мной. Но вот у нас как-то беззаконие такое действует. Такимат мне дал бумагу выселить, даже на очередь не станет. Мы 30 лет тут прожили в Шахтинске. Повестки продолжают приходить, и жильцы вдруг стали постояльцами. Доказывая свои права в суде, все чаще они становятся стороной проигравшей. Недоумевая, почему? Они прожили 15 лет, правильно? Это уже есть доказательства, что собственники бросили, отстранились. Они конкретно распорядились, правильно? Отказная есть от собственников. Да, в то время многие покупали и не оформляли договор купли-продажи. Потому что у нас тоже был кредит. Нам тоже нужно было выживать, правильно? И почему они должны теперь доказывать, что они купили? Нам удалось найти тех, кто бросал свои квартиры в 90-х годах. Теперь в том же Шахтинске цены на жилье выросли с 5000 тенге до 30 тысяч долларов. И собственники тут как тут. Встречаться почему-то отказываются, заявить о своей позиции соглашаются лишь по телефону. Послам шахтинцев наплыв внезапно появившихся собственников начался после того, как люди стали подавать документы на приватизацию. Они уверены, что большинство из претендующих на жилье – обычные аферисты. У меня такая ситуация. Приехали хозяйки, обманули, что они родственники мои. Обманным путем, понимаете? Хозяйка поверила им на слово. Подписала документы. Местные чиновники с этим мнением согласны. Мол, большинство из тех, кто подал заявление в суд, возможно, черные риэлторы, мечтающие нажиться на выселение. Между тем, Аким Шахтинска объясняет, для того, чтобы приватизировать жилье, необходимо для начала принять его в коммунальную собственность. Сейчас на рассмотрении находятся около двух тысяч таких заявок. Все органы правосудия, прокурорского надзора и, само собой, исполнительные органы принимают все меры для того, чтобы людей, которых даже собственники выселяют, чтобы предоставить им другое жилье. И на следующий день никто у нас не остался на улице. И никто не останется. Юристы объясняют, несколько лет назад в практике действовало решение Верховного суда. Тогда подобные жилищные споры решались в пользу тех, кто содержал квартиру более семи лет. Сейчас все изменилось. Законно или незаконно отдавать тем, кто когда-то владел, да, законно. Но только при условии, если собственник не прекратил связи с этой квартирой. Например, платил налоги постоянно. Да. Если он еще и заботился, это еще лучше. По словам чиновников, каждый день, пока идет процесс приватизации, все больше людей предъявляют свои права на квадратные метры. А жители квартир тем временем заявляют, что намерены отстаивать жилье до последнего. И съедут лишь в том случае, если им предоставят другую крышу над головой. И не временную, а постоянную. Руслан Идрисов, Еркиулан Тойболдин. Другими словами. Возможно, искать новое место жительства придется и людям из поселка Калачи от Молинской области. На этой неделе там снова вспыхнула сонная эпидемия. На этот раз в районную больницу госпитализированы 5 человек. И снова диагноз – энцефалопатия неясной этиологии. Первый раз о неизвестном заболевании в Калачах заговорили в марте, потом апреле 2013 года. Больные жаловались на сонливость, головные боли и частичную потерю памяти. Люди могли проспать несколько суток, не приходя в сознание. Всего за год с одинаковыми симптомами в больницу обратились 50 человек. В поселке неоднократно проводили исследования различные специалисты – токсикологи, радиологи, экологи и невропатологи. Однако никому из них еще не удалось выяснить причины странного недуга. И вот на этой неделе в Калачи была отправлена новая бригада ученых со всего Казахстана. Им предстоит поставить верный диагноз. Мы связались с экспертами по телефону и узнали первые результаты их работы. Мы провели, во-первых, встречу с населением, с инициативной группой, осмотрели пациентов, изучили карточки, переговорили с ними. То есть на сегодняшний день новых случаев нет. И мы объяснили кое-что. Но хочу сразу отметить, что мы можем сейчас исключить однозначно, что вот те состояния, которые у них были, как говорится, они засыпали, они не связаны с инфекционными заболеваниями, вирусными заболеваниями, сосудистыми заболеваниями, бактериальными инфекциями. То есть вот это мы лучевой болезнью. То есть это мы поняли, что с этим не связано. Я думаю, в конце следующей недели уже будет достаточно ясна причина вот такого наступления состояния. Ученым и медикам предстоит собрать как можно больше данных и прийти к единому мнению насчет непонятного вируса. От результатов исследований зависит судьба поселка Калачи. Если специалисты обнаружат реальную угрозу здоровью сельчан, местных жителей могут экстренно эвакуировать. С подобным необъяснимым явлением в нашей стране сталкиваются впервые, поэтому найти решение будет нелегко. И это далеко не единственная головная боль Минздрава. В стране остро стоит вопрос донорства органов. По официальной статистике, сегодня в срочной пересадке нуждается больше двух тысяч жителей республики. Вот более точные цифры. Почки 1732 пациента, печень 405, сердце 34 и легкие 1 пациент. Этот список регулярно пополняют новые больные. Но если, к примеру, почку или часть печени можно взять у кого-то из родственников, то сердце и легкие органы неотделимы. Вот и получается, что ежегодно как минимум 30% от числа нуждающихся не дожидаются трансплантации. Спасти ситуацию, считают в Минздраве, может только посмертное донорство. Если где-то в клинике, в больнице, в государственном учреждении вдруг умирает человек, ему диагностирована смерть мозга, мы разговариваем с родственниками и просим их разрешения на изъятие у трупа органы. После чего эти органы мы уже распределяем по трансплант-центрам и там проводится трансплантация органов. Проблема в том, что родные умершего человека чаще всего отказываются от изъятия органов. Одни по этическим соображениям, другие по религиозным. Поэтому работники главного медицинского ведомства предложили казахстанцам еще при жизни давать свое согласие на донорство. Тем самым в случае смерти дарить шанс на жизнь другим людям. Как будет работать новая инициатива, расскажет Ольга Чапурина. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваше здоровье? Ну, здорово. Пойдет. Серик Ельтаев практически не выходит из палаты. Все время он проводит лежа или сидя на больничной койке. Ему тяжело ходить и даже говорить. Лишняя физическая нагрузка опасна для жизни. Сердце, говорит парень, может не выдержать. Я чуть-чуть-чуть-чуть хожу, устаю человек. Я большую свою сплю. Упражнений тоже нельзя. Сразу сердце кричит. То есть нужно быть максимально осторожным, получается? Да. У нас. Поэтому врачи все следят за меня. Главное, ты не ушел на тот свет. Спасти жизнь молодого человека может только пересадка сердца. С точки зрения донорства – редкий орган. Центр неотложной медицинской помощи. Сейчас врачи проводят пересадку почки. На операционном столе 23-летняя девушка. Донор – родной брат. В соседней палате приходит в себя. Медики говорят, после такой операции и донор, и рецепиент окажутся дома уже через неделю. Это так называемая родственная трансплантация. Подобные операции в Казахстане проводятся постоянно. Отцы, матери, братья и сестры отдают свою почку, лечаясь печени, практически не задумываясь. И неудивительно, ведь на кону здоровье родного человека. Но вот изъять органы у близких после их смерти разрешают единицы. Хотя один умерший может спасти до семи жизней. Трупная трансплантация – явление, распространенное во всем мире. Органы изымаются у человека, когда врачи констатируют у него смерть мозга. Зачастую происходит это после аварии или инсультов. Но в Казахстанском кодексе о здоровье на этот счет прописаны определенные правила. Изъятие тканей и органов у трупа не допускается, если организация здравоохранения на момент изъятия поставлена в известность о том, что при жизни данное лицо, либо его супруг, супруга, близкие родственники или законный представитель заявили о своем несогласии на изъятие его тканей или органов, части органов, после смерти для трансплантации, рецепиенту. Но родные в основном отказываются, говорят врачи. Представьте ситуацию родственников, когда родственник умирает, и мы, врачи, предлагаем изъять у него органы или у него для трансплантации. Думаю, это в первую очередь для шок, во-вторых, все-таки недоверие населения в какой-то степени, что это якобы преднамеренно сделано. Ну и с другой, есть, конечно, мнение некоторых людей, что идет куполь продажи, хотя абсолютно куполь продажи органов на стране запрещена, она не была, нет и, я надеюсь, что не будет. Утро Берляна Тулемисова начинается с приема таблеток. Лекарство – единственное, что поддерживает здоровье Павлодарца. У него тяжелое заболевание – гепатит С. У меня дальнейшее лечение бесполезно, потому что печень уже не справляется, не работает, можно сказать. Нужен донор, но найти такого в Казахстане оказалось практически невозможно. Родственники не подошли. Искал в интернете и среди знакомых. Если такой человек не найдется, говорит Берлян, его жизнь может оборваться в любой момент. Буду на лекарствах жить, но это, я не знаю, это как долгое. Я не знаю. В Казахстане в пересадке органов нуждаются больше двух тысяч человек. Каждый год этот список пополняют новые фамилии. У нас в стране летальность в листе ожиданий составляет около 70%. То есть всего 10-15% тех пациентов, которые нуждаются в пересадке, попадают на операционный стол. Остальные вынуждены просто умирать, потому что у нас острая нехватка именно трупного донорства. В Минздраве предложили новые правила, согласно которым каждый житель республики сможет при жизни дать согласие на донорство. Правда, как это будет происходить в главном медицинском ведомстве еще не решили. Но есть несколько идей, говорят специалисты. У нас есть портал электронного правительства, сайт электронного правительства, где каждый желающий, имея свою электронную цифровую подпись, может зайти. И как государственную слугу Минздрав может предложить такой вариант. Зайти в свой личный кабинет, высказать свое пожелание, поставить где-то птички, что он согласен, например, отдать все органы, или он согласен отдать сердце, почки. В большинстве западных стран подобная практика существует уже давно. Это имя моего отца, это имя моей мамы, это группа крови. И здесь, вот в этой рамке, видите, да, здесь вот просто по-турецки написано, в случае гибели мозга я жертвую. И здесь вот перечисляется роговица, почки, печень, сердце. Главный кардиохирург страны Юрий Пя демонстрирует водительские права, которые он получил во время работы в Турции. В документе четко прописано, что он является донором. Производственные травмы, бытовые травмы, кровоизлияние в мозг, инсульты эти, люди погибают. Что бы мы ни делали, и их органы могут помочь другим. А вот в Литве, например, пошли другим путем. Там для каждого желающего придумали специальные карточки. У нас есть бюро трансплантации, которое выдает карточки. Если ты ношь с собой карточку, что ты после внезапной смерти мозга становишься донором. Одно дело, как это будет работать, другое, как к новшеству отнесется народ. Чиновники опасаются, что люди по религиозным причинам будут все равно отказываться. Вот только в церкви и в мечети донорство не считается грехом. Если органы умершего человека способны сохранить жизнь кому-то другому, то получается, что это проявление любви даже не только в рамках нашей жизни, но еще и того иного мира. Проявление оттуда, конечно, безусловно, это великое дело. Вообще-то донорство с живого человека ислам дозволяет. Если пойдет на это человек произвольно, именно добровольно, именно желая, что он подарит жизнь другому человеку. Так как в Коране говорится, тот, кто спасет душу человеческую, как будто он спас весь человечество. Есть и другая причина. Люди боятся, что информация о потенциальном доноре попадет на черный рынок, и тогда начнется охота за органами. Но специалисты подобные доводы опровергают, уверяют, что база данных будет строго засекречена. В Испании 10 лет назад чиновники стали вести активную пропаганду трупной трансплантации, привлекли церковь. В результате число граждан, готовых отдать свои органы после смерти, увеличилось с 3 до 25%. В США большинство пересадок происходит за счет умерших людей. Результат – лишь 10% нуждающихся не дожидаются своей очереди. В Казахстане эти цифры куда печальнее. История этого молодого человека знакома всем врачам страны. У мамы Игоря Воротникова диагностировали смерть мозга. Парень подписал согласие на изъятие у нее сердца и почек. Первое время вспоминает, осуждали соседи и родственники. Но он о решении не жалеет. Я в деревне раньше жил, и там очень отнеслись негативно к этому. Ну, как обычно говорят же, то, что продал и так далее. В принципе, сейчас, как и тогда, мне было плевать на мнение других. Два человека сейчас живут, живут нормальной жизнью. Я рад. Сейчас в Казахстане нет такого места, куда можно прийти и оставить свое согласие на посмертное донорство. Это станет возможным, если предложения Минздрава одобрят в парламенте. Чиновники предполагают, что вопрос будет рассмотрен уже в нынешнем году. Ольга Чапурина, другими словами. По данным Всемирной организации здравоохранения, от заболеваний, связанных с табаком, каждый год умирает более 5 миллионов человек. В Казахстане жертвами табачной эпидемии становится самое трудоспособное население страны. Мужчины от 30 до 55 лет и женщины репродуктивного возраста. Каждый год от табака курения умирают более 25 тысяч казахстанцев. В нашей республике постоянно предлагаются самые разнообразные методы борьбы с этой заразой. Однако курильщиков меньше не становится. И вот очередная инициатива. В Казахстане хотят закрыть места, отведенные для любителей табака, так называемые курилки. Активисты Национальной ассоциации «За Казахстан свободны от табачного дыма» уже направили соответствующие документы в парламент и Минздрав. Владельцы кафе и ресторанов крайне возмущены и говорят, закрытие курилок повлечет за собой недовольство клиентов и, как следствие, заведения начнут терпеть убытки. Итак, в нашей студии инициаторы и противники этой идеи Джамиля Садыкова, директор Национальной ассоциации «За Казахстан свободны от табачного дыма» и Талгат Доскенов, представитель Национальной палаты предпринимателей. Здравствуйте, уважаемые гости. Джамиля, наверное, поскольку вы все-таки инициатор этой идеи, первый вопрос к вам. Вот скажите, предположим, закрыли курилки. Где должны будут курить курящие люди? На улице. На улице. Как это есть в развитых европейских странах, других странах, которые заботятся о здоровье. То есть, на виду всех, в парке, где гуляют дети, допустим, для меня, как для матери, это самая большая проблема, то, что выйдя на улицу, возле детских площадок, в парках, постоянно сидят курящие мужчины. Согласно данным тоже Всемирной организации здравоохранения, ни одна вентиляция не может защитить человека от воздействия активного и пассивного курения. Ради бога, пусть эти курильщики курят, если им не жалко свое здоровье, но они, выходя на улицу, подвергают опасности остальных, не курящих? Ну, на улице, во-первых, все воздухом как-то растворяется, и влияние то, которое, допустим, есть в курилке, как обычно, это и в закрытом помещении, конденсированный табачный дым, менее, значит, распространяется на улице, чем это есть в курилке. У меня есть чем возразить. Дело в том, что в законодательстве написано общественные места, это значит квартира, ваш личный туалет, личная площадка, крыльцо, садик, пешеходный переход и так далее. То есть на улице категорически запрещено курить, потому что это общественное место. Скажите, пожалуйста, в первую очередь, почему вы против закрытия этих курилок? Во-первых, первое, это экономические потери, то есть предприниматели заставили сделать курилки. То есть, получается, в первую очередь, все-таки для вас интересы бизнеса, правильно? Нездоровье наций? Нет, нет, нет. Я за то, чтобы никто в Казахстане не курил. Не курил. Я за широкую пропаганду. Я считаю, что в Казахстане должно быть общество не курящих, общество не пьющих, общество трезвости и так далее. Необходимо гармонизировать интересы бизнеса, государства и других организаций. Вы знаете, мне кажется, что интересы бизнеса как раз-таки в этом плане достаточно защищены, потому что мы все знаем, что от продажи сигарет и так производители, продавцы табачных изделий и так получают колоссальную прибыль. Так вот, вы, радея за их интересы, почему не добьетесь хотя бы того, чтобы в своих заведениях они ставили урны, вытяжки необходимые? Рестораны класса элиты, у них все курилки приспособлены. Дело в том, что за 4 года, если бы эта норма работала, курилки, за 4 года мы бы видели их повсеместно и оборудованными. 2% за 4 года говорит о том, что это мертвая норма. Она бизнесу не нужна. Она отторгнута бизнесу. Это естественный процесс. За 4 года можно сказать, что эта норма не работает на запрет, но она работает против запрета. Она работает против того, чтобы бездымная политика существовала. Все-таки давайте дадим возможность высказаться оппонентам. Я думаю, что в проблеме вы не совсем разобрались. Суть заключается в том, что в административном кодексе предусмотрена административная ответственность и штрафы. Вы совершенно не правы. В административном кодексе предусмотрены нормы только за курение. Если, извиняюсь за стукали курильщика, за сигареты с сигаретой с пепельницей. Все. Остальных норм за то, что ты ставишь пепельницу, за то, что ты создаешь среду, пока этого не предусмотрено. Жамиля, вы знаете, я очень сомневаюсь. Никто пепельниц не ставит. Вы в какие рестораны ходите? 26% алматинских ресторанов. В какие рестораны вы ходите? 26% – это было исследование независимое – встречают уже посетителей с пепельницей. Назовите хотя бы один ресторан, где вас так встречают. Да без проблем. Вся Алмата, вся Алмата 26%. Назовите хотя бы два ресторана, которые входят в эти 26%, чтобы я удостоверился, и я даю слово, что они будут наказаны. Вы их будете наказать? Вы не имеете права их наказывать. Я инициирую вопрос, чтобы данное заведение закрыли за неисполнение этой нормы. Назовите, пожалуйста. Вы не имеете такое право. Назовите. Хорошо, конечно. Гленпап, Калиостро, Скайбар в Алмате полностью от и до, Ассорти на четвертом этаже. Этот список очень большой. Резкость нужна, когда мы фотографируем. Резкость нужна, когда мы боксируем с кем-то. Резкость в общественных отношениях, она недопустима. Идет согласование интересов государства, общества и бизнеса. И в этом сегменте мы должны найти гармоничное решение. Если мы себя противопоставляем 4 миллионам человек, да... Можно противопоставить 4 миллионам, 3 миллионов человек, извиняюсь, более 3 миллионов человек, не курящих, среди которых женщины и дети. Неужели нельзя придумать какие-то более действенные способы для борьбы, я не знаю, пропаганда здорового образа жизни? В Европе повышена цена на сигареты, и это вот хорошая норма. И у нас то же самое. Но пока во всяком случае это не действует. На протяжении трех лет акциз ежегодно будет повышаться. Курить на улице это тоже не выход. Я же вам... Я не предлагаю, я не пропагандирую курить на улице ни в коем случае. Можно выходить за угол, если это детская площадка и там курить. Исходя из вашей мысли, что можно сделать? То есть разработать такие стандарты для курительных комнат, которые могли бы обезопасить жизнь окружающих людей. Вы знаете... Это можно сделать. Это подтверждено, что никакие стандарты не помогают. Существуют нанотехнологии. Если воздух загрязнен табачным дымом, это загрязнение остается. В Сингапуре используют... В Сингапуре вы знаете, что запрещено курить? Там есть специальные, извиняюсь, комнаты на улицах, куда бедный курильщик заходит и курит. Вот о чем речь идет. Вот у нас это вообще неприемлемо и невозможно. Почему? Вы представляете, какие затраты для государства будут создаваться, чтобы вот такие вот, значит, аквариумы... А Джамиля, получается, единственное место это за углом. Это на улице? Пустах. Нет, я не говорю... На улице меня, допустим, как мать, это тоже не устраивает, чтобы курильщики делали это на глазах моих детей. Ну, весь мир, к сожалению, те курящие люди, которые их есть, они курят на улице. Вы знаете, уважаемые гости, буквально год назад мы здесь точно так же с представителями здраво и представителем ресторана, ресторанного бизнеса, обсуждали тему кальяна. Но, как мы видим, кальян как курился, так и курица у нас повсеместно. Поэтому я более чем уверена, пока мы не научимся соблюдать наши законы, любые инициативы подобные, даже если они очень хороши, они не будут работать. Что ж, уважаемые гости, огромное спасибо вам обоим за то, что вы сегодня пришли. Были оба убедительны, но примет ли наш законодательный орган этот закон или нет, покажет время, но мы об этом обязательно вам сообщим в программе Другими словами. Я благодарю наших гостей за то, что вы были с нами, а мы продолжаем. Смотрите далее в нашей программе. Таинственное исчезновение малазийского самолета, хроника событий, версии и слухи. А также чем на неделе жил Казнет, непрошенный гость лучше Пусси Райт. Участницы скандальной группы написали в твиттере, что едут в Казахстан. А также удивительное фото бывшего президента Ирана и самое трогательное видео недели. Не пропустите ваши твиты и посты в моем обзоре. Ни семьи, ни денег, ни собственной крыши над головой. В Алматы едва сводит концы с концами профессор криминалистики арабского происхождения. Бывший гражданин Йемена Ахмед Мохаммад Ахьяавад летом скитается по городским улицам, а с наступлением холодов ищет приют. Черная полоса в его жизни тянется уже восьмой год. На работу лицо без гражданства не берут, а возвращаться в родной Йемен иностранец не хочет. Ахмед перебивается редкими заработками и снимает крохотную комнатушку. На другие апартаменты средств не хватает. Иностранец уже обращался за помощью в различные международные организации, в посольства и даже в ООН, но безрезультатно. Несладкая жизнь иностранного профессора в нашем следующем материале. Суровую зиму Ахмед Мохаммад Ахьяавад пережил в этом подсобном помещении. Тут не развернуться. Слева кровать, справа обеденный стол. Условия даже скромными трудно назвать, но у профессора нет выбора. Я хотел свою жизнь как-то что-то предпринимать, изменить в какую-то сторону, в лучшую сторону. Но я не говорю к лучшему, как корол. Нет, нормальный, порядочный человек. В Алматы студент из Йемена получил высшее образование и обзавелся семьей. Затем был переезд на родину и возвращение. В середине 1990-х в Казахстан все вроде шло как по маслу. Но все рухнуло после смерти единственного сына. Потерял работу, развелся с женой. Вскоре у иностранца начались проблемы с документами. Срок яменского паспорта истек, а продлить не получилось. Профессор криминалистики попытался получить казахстанское гражданство. Но что-то пошло не так. Копии заявлений и обращения в различные инстанции Ахмед хранит в этой папке. Говорит, пригодятся. А возвращаться на родину он уже передумал. Я придумал сфиазис положения, которые находятся в моей стране. Очень тяжело. Я не хочу возвращаться. Я очень плохо здесь живу, но я здесь могу ходить на улице спокойно. Могу подрабатывать. К вам подошел мужчина, он сказал, что вы похожи на казаха. Да. Вам это льстит? Нет, приятно. Часто говорят? Часто говорят, да. Иногда Сузак мне говорят. Я приехал из Сузака, в Чемкентское область. Я из Сузака. Я зеленый. Просто как похоже. Диплом криминалиста у Ахмеда пылится на полке. Пропадает и солидный гардероб. У разнорабочего в мебельном цеху совершенно другая униформа. Я взял его, когда я работал в казах-араб-теле университете. Это 7 лет назад вы там работали? Это да, 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 да. В городе Чемкент. Да. Вот это, это, это. Но он как нул. Это. Ну, конечно, потому что я... Куда я буду их одевать? Правда, сегодня Ахмед вновь решил попытать удачу. Приоделся и отправился искать работу. Вдруг повезет. Здравствуйте. Можно не газеты, а работа? Ахмед не раз трудоустраивался по газетным объявлениям. Темнокожего иностранца брали швейцарам, официантам в дорогой ресторан, охранникам на стройку. Работу по специальности, говорит Ахмед, тоже предлагали. Но из-за отсутствия гражданства оформиться в штат не получилось. Если у меня связь есть, знакомство, мне скажут. Вот, Ахмед Агай придет, пожалуйста, устроите ему на работу, помогите ему. Я приду, они меня встретят, вот, и устроят на работу. А если у меня никого нету, все, умери. Пережить непростые времена иностранному бродяге помогли добрые люди. Неравнодушные подыскали комнатушку и устроили араба на работу с зарплатой 70 тысяч тенге в месяц. Сейчас Ахмед, можно сказать, обут, одет и сыт. В такие минуты он часто вспоминает жизнь на родине. У нас багия есть, самбуса есть, в арабском это же самса, слово. Поэтому я стараюсь держать себя дома. Кушаю я дома. Он всегда, говорит, был в восторге от казахского гостеприимства. Несмотря на трудности, уезжать не собирается. Профессор даже немного освоил казахский язык. В управлении миграционной политики, В полиции говорят, что у бывшего гражданина Йемена есть все шансы получить казахстанское гражданство. Иностранец давно живет в нашей стране и имеет постоянную прописку. Решающее слово остается за ним. Может хоть сегодня прийти, написать заявление о приеме в гражданство, предоставив необходимые документы. То есть уже, так как у него главным основанием является его проживание постоянно более пяти лет в Республике Казахстан, то он просто подает адресную справку, в которой, в принципе, отражено, что он уже 2010 года постоянно проживает в городе Алматы и до этого проживал в городе Шемкенте. Ахмед сейчас никак не может определиться, стать подданным нашей страны или попытать счастье за пределами Казахстана. Но сегодня он вновь возвращается в свою коморку. И в такие минуты, по его словам, сложнее всего с оптимизмом ждать следующего дня. Ася Назирова, другими словами. Всю неделю мир с замиранием сердца следил за ситуацией, развернувшейся вокруг исчезновения малазийского самолета. Крушение или захват? До сих пор гадают люди. Куда пропал Буинг-777, вылетевший роковым рейсом MH370 из Куала-Лумпура в ночь на 8 марта, никто не знает. Поиски все еще продолжаются. По некоторым сведениям, после последней связи с диспетчером, экипаж развернул судно. Главная зона поиска на сегодня – это Индийский океан. На сегодня в операции задействована спецтехника восьми стран, в том числе и США. Китай даже направил космические спутники. Однако результатов это пока не принесло. В течение недели силовики КНР, Вьетнама и Малайзии сообщали об обнаруженных обломках и нефтяных разливах. Сначала координаты указывались в зоне Южно-Китайского моря, позже – у побережья Вьетнама. Но после идентификационных работ было установлено – это не детали лайнера Буинг-777. На борту в общей сложности находились 239 человек. 227 из них – это пассажиры, в том числе двое младенцев, остальные 12 – члены экипажа. 152 человека плюс один младенец является гражданами Китая. 38 – малазийцы. Остальные имеют гражданство Индонезии, Австралии, Франции, США, Новой Зеландии, Украины, Канады, России, Италии, Тайваня, Нидерланд и Австрии. Если не крушение, то, возможно, в деле замешаны террористы. Эту версию спецагенты тоже не исключают. Подозрение падает на двух иранцев, которые пробрались на борт с поддельными паспортами. По сообщениям некоторых СМИ, граждане Ирана, одному из которых 19 лет, пытались через Пекин попасть в Европу и получить там убежище. Сейчас все обстоятельства выясняет Интерпол. Еще рано рассуждать о возможных террористах, которые пробрались на борт с поддельными паспортами. Но тот факт, что эти паспорта числятся украденными в базе Интерпола, нас очень беспокоит. Родственники пассажиров и членов экипажа не теряют надежды. Впрочем, как и правительство Малайзии. Чиновники привлекли местного шамана, чтобы тот указал местонахождение Боинга. При этом жители Куала-Лумпур призывают власти не позорить страну, уверяя, что данное действие говорит об их беспомощности. Между тем, мировая общественность, таинственное исчезновение самолета и 239 человек сравнивает с событиями из фильма «Лост». Говорят, неизвестность – последнее пристанище надежды. Но она же самая мучительная пытка. Послание мэры Элизабет Нарри, дочери главного стюарда пропавшего малазийского авиалайнера, на неделе потрясли твиттер. Каждая написанная ей в сообщении пронизана болью и надеждой на то, что ее папа еще вернется. Вот эти твиты. Господи, единственное, о чем я прошу тебя, это вернуть мне моего папу. Папочка, прошло почти 48 часов. Не забудь покушать, ты, наверное, очень голоден. Папочка, ты во всех газетах и новостях. Неужели тебе неинтересно прочитать все это? Уверена, что мой папа и все пассажиры лайнера благодарят вас за вашу поддержку и молитвы. Возвращайся домой поскорее. Это единственное, о чем я прошу. К нам едет Пусси Райт. Надежда Толоконникова и Мария Алехина решили переехать в Астану. Об этом участницы скандального дуэта написали в твиттере российского анархического движения «Война». Там же разместили фото вагона с эмблемой КТЖ. Будем жить в солнечной Астане, уезжаем в прекрасный Казахстан, а вы тут оставайтесь, гласят надписи к снимку. Впрочем, непрошенным гостям казахстанцы не рады. Об этом свидетельствуют многочисленные отклики в казнете. Люди предупреждают, что если Толокон и Алехина попробуют посигнуть на святые места в нашей стране, их может ожидать гораздо менее лояльное наказание, чем на родине. Я же напомню, что в феврале 2012 года пять участниц Пусси Райт пришли в Храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, провели так называемый панк-молебен. Суд приговорил их к двум годам колонии общего режима за хулиганство. А Европарламент включил Пусси Райт в шорт-лист премии имени Андрея Сахарова. Ежегодно она вручается за достижения в области защиты прав и свобод человека. В декабре 2013 года Толокно и Алехина вышли на свободу по амнистии за два месяца до окончания срока заключения. В социальной сети Facebook появилась фотография бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада, пользующегося общественным транспортом. Надпись под фотографией гласит, что за 8 лет исполнения президентских полномочий Ахмадинеджад не получил из госбюджета ни одного реала и жил на преподавательскую зарплату. Также уточняется, что бывший иранский лидер в свое время не инициировал принятие закона об экс-президентах, гарантирующей ему высокую пенсию. Уйдя в отставку, Ахмадинеджад снова вернулся к преподавательской деятельности и добирается до работы общественным транспортом. Иранские СМИ эту информацию официально не подтвердили. Не исключено, что данное фото – обычный кавлаж. И возвращаясь к теме, с которой мы начали нашу программу, хочу показать вам очень трогательное видео. Это ребенок, появившийся на свет в результате кесарево сечения. Он никак не хочет отпускать мать и плачет, когда акушер пытается унести его, чтобы провести необходимые процедуры. Видео, в котором показаны первые минуты жизни младенца, посмотрели тысячи человек со всего мира. Ролик отражает ту удивительную неразрывную связь мамы и новорожденного. Едва появившись на свет, малыш уже чувствует сигналы любви. Именно они наполняют его жизненной силой и уверенностью, дают ему ощущение надежности мира и того, что он в безопасности. Берегите ваших детей. Что ж, это были самые заметные и важные события недели, о которых мы хотели вам рассказать. Не забывайте читать на социальных сетях, твиттере и фейсбуке. Всего доброго и до встречи на седьмом канале. Редактор субтитров А.Семкин